Все пишешь? А начинать, как всегда, здравствуйте, я Руся вокальный имиджмейкер? Здравствуйте, меня зовут Руся, я вокальный имиджмейкер. Этот урок записать меня вдохновили вы, хейтеры, которые пишете мне, что я не такая крутая, как тетка из советского кино или советских программ новостей или прогноза погоды. Все это фуфлень. Я отличный специалист, я вас уверяю. И чтобы разбавить ваш негатив, именно по вашим многочисленным просьбам и хейтерским комментариям, что будто бы я сраный коуч, который не может научить картавых владеть своей артикуляцией, сегодня записываю упражнение конкретно для тех людей, картавый слово я не люблю, для тех людей, которые изящно выговаривают букву Р. Если вы смотрели мои уроки ранее, а я уверена, хейтеры, что вы это делали, если вы смотрели мои уроки ранее, то вы видели, что есть на канале упражнение с карандашом во рту. Абсолютно не важно, какой он мягкости, главное, чтобы он во рту удерживался. Так вот, есть один небольшой нюанс, который помогает воспитывать артикуляцию человеку, который не способен произнести букву Р. Вообще, немного отклоняясь в сторону, хочу сказать, что есть определенные буквосочетания, которые могут человека научить вибрировать языком таким образом, как будто бы он говорит букву Р. Сейчас я, к сожалению, не помню. Я изучу этот вопрос и обязательно запишу урок на эту тему. Это очень прикольная штука. Дело в том, что когда мы говорим разные сочетания букв, мы можем своему телу показать максимально похожую вибрацию для того звука, который у нас не получается. Поэтому я посвящу отдельный урок. Коля, запиши, пожалуйста, в наш план действий. Ой, я секси, я вся горю. Боже, эти курсы писать, это так горячо, Коля. Мое лицо горячее. Отлично, кстати, и вентилятор. Что делать в упражнении для артикуляции в том случае, если вы испытываете затруднение в произношении буквы Р? Объясню, в чем нюанс. Дело в том, что мы проверяем звуком Р правильное положение языка во рту. Если карандаш вы возьмете слишком глубоко, что произойдет с языком? Он просто завернется вот таким вот образом, и его мышцы не будут иметь возможности сопротивляться карандашу, то есть делать поступательные движения. Р-р-р. Мой язык вибрирует, он тренируется. Если карандаш слишком глубоко, Р-р-р, язык просто завернут. Нет смысла заниматься этим упражнением. Поэтому всегда нужно проверять каким-то звуком, а именно если вы выговариваете Р, звуком Р, а если нет, то вы можете его заменить на звук, который похож по своему мышечному... Как это сказать? Если вы не выговариваете букву Р, то вы можете заменить ее на слог ЛИ. Почему? Потому что, когда мы произносим ЛИ-ЛИ-ЛИ-ЛИ-ЛИ-ЛИ, наш язык вибрирует практически так же, как и в звуке Р. Вот посмотрите. Р-р-р. ЛИ-ЛИ-ЛИ-ЛИ-ЛИ-ЛИ-ЛИ-ЛИ-ЛИ-ЛИ. Все очень просто. И если вы читаете какой-то текст, например, Корабли лавировали, лавировали, да не выловировили. Вы можете все звуки Р заменить на ЛИ. Ка, то есть не на ЛИ, а на ЛА. Л-р меняйте на Л. Ка-лабли лави-ла-вали, лави-ла-вали, да не вылови-ла-вили. Таким образом, когда вы заменяете Р на ЛИ, ваш язык повторяет точно такие же движения, как и в упражнении с буквой Р. Совет да любовь, как говорится. Тренируйтесь и звучите классно. Кстати, хотела еще заметить кое-что по поводу специфического пронанса буквы Р. Вообще, когда мы встречаем звук Р в речи, мы бессознательно воспринимаем его как нечто нежное, ранимое, романтичное, мягкое. Поэтому, если вы носитель картавого звука Р, не стесняйтесь это, берегите эту прекрасную жемчужину речи, потому что как только люди слышат ваше Р, они сразу хотят вас догнать, причинить вам заботу и любовь, потому что Р всегда ассоциируется с нежностью и уязвимостью. Так что я бы вообще не стала париться на эту тему. Если же вы хотите, в принципе, разогреть речевой аппарат для того, чтобы он звучал артикулированно, четкая была дикция, то просто заменяйте букву Р на слог ЛИ, и все получится. Вы классные. И мы классные, да, Колюсик? Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на канал. Смотрите видосы тут, тут и тут. Подписывайтесь на канал здесь, не забывайте включить звоночек, чтобы ничего не пропустить. Я потом смотрю. Продолжение следует...